Позвонил мне тут как-то интеллигентный мужчина, который представился Юрием. Он рассказал о том, что на его базе за городом как-то очутился раненый пёс порода русская гончая. Его сильно трясёт и не работает передняя лапа. Состояние у собаки полуживое. Также мужчина добавил, что сам любит собак и животных у него уже полный дом. Поэтому забрать пёсика к себе он не может и просит меня о помощи. Через час мои девчонки были на месте. Пёсик действительно очень плохо себя чувствовал и едва держался на лапах. Он был очень худенький, несчастный и испуганный. В срочном порядке бедного гончака доставили в клинику. Скромный пёсик вёл себя тихо и покорно, по первой просьбе показывая доктору лапу, которая особенно болела. Баксику указали необходимую помощь и сказали, что его покусали собаки. Ты не сцепси, дай! Жената, лапа опухшая. И вывязывай только чуть-чуть. Нет. Это он не подстроен. Больно, да? Смотри, одну лапу разница. Возвращаться бедному рыжику было некуда, но не оставлять же его на улице. Отвезли в зау гостиницу, где мои подопечные заняли уже почти все вольеры. По дороге Катя с Леной заехали ко мне. Увидев это рыжее солнышко с виновато опущенной головой и красивыми грустными глазами, мне стало его еще жальче. Песик был ласковый, как котенок, но при этом дрожал, как осиновый листок. Он не понимал, куда его везут и зачем, ехал бедный, как на казнь. Вообще, у гончих особый неповторимый характер. Они только называются гончие, а на самом деле это очень тихие, добродушные, послушные собаки, которые созданы для семьи. У нас Баксик уже не первый представитель данной породы, но я не перестаю удивляться их врожденной интеллигентности, высокому интеллекту и неторопливости в обычной жизни. Одним словом, это милашки. Добравшись до места назначения, хромающий тихоня, все так же покорно прошел в вольер, покушал и занял свое место в будочке. Но уже ночью на моем телефоне раздался звонок. Незнакомая девушка стала расспрашивать моим новым подопечным. А как себя чувствует собака? Что произошло? Были вы в ветклинике или нет? Я говорю, были, покусали его собаки, будем лечиться. А вы откуда про него знаете? Я же еще ничего не писала. Так, я работаю на базе, откуда вы его сегодня увезли. Я, кстати, знаю, что с ним случилось. Я говорю, и что же? Она мне, вы только Юрке не говорите. Видимо, Юрка это и есть их начальник. Я по камерам посмотрела, на него наш сторож натравил собак. А то он его прибьет точно. Юрка очень любит собаку, и он этого не простит. А пес красивый, породный, я его заберу. В смысле, заберете куда? На базу? Я просто осела от таких заявок. Она говорит, нет, домой, но вы Юрке ничего не говорите. Я знаю, какая эта собака сделала. Она самая противная из всех. Я говорю, при чем тут собака, если она выполнила команду вашего сторожа? И почему я должна прикрывать этого вашего придураства сторожа, который развлекается, спуская собак на бездомных животных, случайно ступивших на территорию организации? А завтра забежит кто-то еще, и он снова натравит. И вообще, сторож там играется, а последствия разгребать нам и бедной собаке, которая теперь еле ходит. Вот, заберу. А почему вы не забрали сразу, даже не пытались оказать помощь, если все видели и знали? О том, чтобы отдать несчастного бакса этой даме, я даже думать не хотела. Сегодня она прикрывает мужика, который довел его до такого состояния, а завтра еще кто-то его прибьет, и эта тетенька будет выгораживать. Юрке я все-таки позвонила, чтобы он знал своих героев и навел порядок. Потом мне позвонила семья из Курска, которую уже однажды мы отдавали собачку. Они хотели установить бакса. Мы вчера встретились, песик видел меня во второй раз, но уже издалека завилял хвостом и кинулся обниматься, будто мы знакомы лет сто. Он такой хорошенький, что влюбляет в себя моментально. Он также улыбался и радовался своим новым хозяевам. Но не спешите поздравлять. Здравствуйте. 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 Все познает. Молодец. Люди, я вас люблю. Люди более недоверчивы. Поедешь, пупсик. Домой поедешь, да? Приезжайте в пупсик. Домой поедешь. Уже вечером бедолагу пришлось забрать обратно, потому что хозяйские животные стали бросаться на добродушного бакса и выгонять его. Люди очень расстроились. Мы тоже. Бакса было очень жалко. Он такой счастливый туда ехал. И вел себя идеально. Ни на одного котика не рыкнул. Но выбора не было. Баксик вернулся в зоогостиницу. Здоровье его уже совсем поправилось. Но пёсик очень грустный, одиноко. Он целыми днями сидит один в вольере, а ведь любой зверюшке хочется человеческого внимания, общения, ласки, а уж настрадавшийся вдвойне. Баксик очень интеллигентный, добрый, семейный пёс-компаньон, который мог бы стать отличным другом и достойным членом семьи. Охотникам я отдавать его не горю желанием, хотя породные данные шикарные. Во-первых, их слишком часто теряют в лесу. И ещё я не хочу, чтобы его использовали как палача для лесных животных. Я хочу верить, что среди вас найдётся добрый человек, готовый усыновить сироту Бакса из тех соображений, чтобы сделать его жизнь лучше, а не для того, чтобы он отрабатывал свой хлеб на охоте. Позвоните, организую доставку в ваш город. Баксюша!